Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дмитрий Красивил. Я предлагаю начинать. Погнали! Ну а чтобы справедливо выяснить, кто же из тарисманов будет круче, мы позвали жюри. Первым, кого я назову, это человек, который будет подсказывать мне и исправлять меня, если я вдруг в какой-то момент неправильно назову какой-нибудь хоккейный термин. А я назову, будьте уверены. Журналист, хоккейный эксперт, спортивный комментатор Денис Казанский. Ирина, тем более, что вы из Воронежа, я из Липецка, поэтому тут взаимосвязь прямая. И, конечно, я буду вам подсказывать, если вдруг что-то пойдет не так. Спасибо большое, спасибо. Разумеется, мы не могли обойтись без хореографа, режиссера-постановщика и просто гениального владетеля своим телом, и не только своим, Егор Дужинин. Ирина, вы из Воронежа, я из Петербурга, и это ровным счетом ничего не значит. Абсолютно. Нас не связывает, дайте-ка подумать, ничего. Поскольку наши тарисманы не особо разговорчивы, в силу определенных физиологических особенностей, мы, конечно, компенсировали это. Не могли не компенсировать это очередным членам нашего жюри. И человек, который может произносить километр слов в секунду. Тимур Родригес. Спасибо большое. Всем привет. Ира. Да, моя радость. Ты из Воронежа. Я из Пензы. Это значит только одно. Мы оба понаехали сюда, понимаешь? А, я из Завинска, я обаше курирую. Это прекрасно. Нам здесь будет все равно комфортно, потому что каждый из нас пришел сюда получить истинное удовольствие. Я согласна? Да! 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 Дорогие мои, родненькие, скажите, как у вас настрой вообще? Чего вы жаждете? Крови, месиво? Крови, месиво. Потому что, когда собираются тарисманы в одном месте, это всегда бывает на матчах звезд континентальной хоккейной лиги, это самое яркое впечатление от всего уикенда, извините за выражение. Поэтому, конечно, они когда-нибудь все вместе, они зажгутся, это страшно. Сейчас как Денис извинился за слово уикенд, скажите. Знаете, что мне это напомнило? Много лет назад на фестивале «Славянский базар» есть такой музыкальный конкурс. Игорь Николаев в какой-то момент сказал, ребята, сколько можно использовать иностранные слова? У нас прекрасный русский язык с огромным количеством исконных русских слов. Давайте просто на «Славянском базаре» отменим эти иностранные слова и будем общаться по-русски, окей? Я считаю, окей. Но теперь, когда мы все знакомы, я хочу сказать одно. Да начнется битва! 23 талисмана команд КХЛ впервые собрались вместе, чтобы определить, кто же из них самый крутой. Такого еще не было. У каждого из них есть свое имя и, конечно, прозвище, которым его называют фанаты клуба. Они имеют право шутить над кем угодно, будь то игрок или болельщик. Каждый из них способен поднять зрителей и погнать свою команду вперед. Талисманы – это те, кого встречают по одежке, а провожают овоцами. Они, представляя сам клуб, являются его символом. Благодаря этим ребятам на ледовой арене никогда не будет холодно. А сегодня местами будет даже жарко. Все они прилетели из своих городов, чтобы здесь и сейчас решить, кто из них лучший. А добрались они в Москву благодаря партнеру мероприятия «Скайгрупп», который помог организовать перевозку. Ну что ж, талисмания КХЛ, да начнется шоу. Перед тем, как мы начнем, давайте я расскажу, что вообще будет происходить и как все будет происходить. У нас есть 23 талисмана. Чтобы стать лучшим талисманом в сезоне 2021, им нужно будет пройти три этапа. Отборочный этап, полуфинал и финал. Ну и, конечно, в финале победить. Но это еще не все. В течение февраля наши талисманы работали еще над двумя конкурсными работами. Они делали два видео в двух категориях. Первая категория – это танцевальная битва. И вторая категория – это хоккейное мастерство. Результаты мы узнаем сегодня. Итоги подведем совсем скоро. Но это будет чуть позже. А прямо сейчас давайте перейдем к нашему первому отборочному раунду. На ринге шесть тренажеров и шесть талисманов. Каждый из талисманов получает по 15 секунд на каждый тренажер. Меняются по свистку. Талисманы должны потратить как можно больше калорий. А счет ведется фитнес-трекерами, надетыми на их руки. Талисман, потративший больше всех калорий, получает 5 баллов. Второе место – 4 балла. И так далее. Дополнительно жюри оценивает артистизм участников и троих самых артистичных. В каждом дивизионе награждает баллов. Следующий этап проходит по 4 лучших из каждого дивизиона. Итак, первым на ринг приглашается дивизион Боброва. Светогор Витязь, Лео Сочи и Отто Йокерит. Гладиатор Спартак, Пойогонь Ска и Сева Северсталь. Так, дорогие талисманы, вам понятны правила? По 15 секунд на каждом из снарядов. Как вы узнаете, что 15 секунд прошло, есть специально обученный звук. Его издает мой талисман. Надо, кстати, придумать и название будем. Ну, сейчас, позже придумаем. 15 секунд на каждом из этапов. Друзья, следите за артистизмом. Это очень важно. На старт, внимание, погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Перемещаемся, перемещаемся. Следующий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, вы, конечно, делали это круто. Мне кажется, не только вы, но и мы даже от переживаний похудели на пару килограммов. Это очень мощно, очень круто. Жюри, давайте пока наши талисманы пытаются прийти в себя. Кому вы хотели бы присудить ваши три балла за артистизм? Я не знаю, что скажут мои коллеги, но что-то мне подсказывает, что мы будем единодушны. Во всяком случае, мы точно должны один из баллов отдать вот этому сумасшедшему Витязю, который на каждом снаряде творил что-то невероятное. Витязь был хорош абсолютно. Абсолютно. Но ведь были еще и коты? Сева, в какой-то момент, по-моему, это вот у нас часто в танцах происходит, в известном проекте. Кто-то забивает, но так красноречиво, что все за него начинают болеть. И вот мне кажется, что тут именно тот самый случай. Тимур, что ты скажешь? Давайте отдадим балл Лео. Теперь давайте посмотрим, что показывают ваши пейджеры электронные эти. Давай, Диман. Следующие правила у нас будут. Кто потратил максимальное количество калорий, тот получает 5 баллов, кто чуть меньше 4 и так далее. 3, 2, 1 и 0, соответственно. Что там в часах? 7,8 калорий. Конь-огонь, 7,8. 1,2. Сева, 1,2. 3,3 калория. Отто, 3,3. Вау, такой конь-огонь пока лидирует. 4,6. Лео, 4,6. 8,3 калория. Светагор, 8,3. Так, и что жузлы диатора? Артистизм пошел, подожди. Ну, а цены уже выставили. 3,8. 3,8 калорий. Следующий дивизион. Дивизион Карламова. Айс Барс Акбарс. Тимоша Металлург. Волк Нефтехимик. Белый Медведь Трактор. И Торик Торпеда. На старт, внимание, начали. Не забывайте про артистизм. Это все оценивается. Ну, возможно, так и надо. Давай, Мишенька, давай, мой хороший. Ой. Любовь моя, Медведь. Я влюбилась. Все, поплыла. Женись. Работаем, активнее, активнее меняемся. Последний круг остался. 15 секунд. Денис сейчас назовет, наверное, нашего фаворита. Фаворита, да, из всех членов жюри, а потом мы назовем остальных. Возможно, даже вынет гитару и споет. Я всегда не могу отстроиться от того, как... А мы пока разведем с Егором костер. Да, да, да. И откроем шпроты. Слушайте, а Петя уже, да? Да. Что наша жизнь? Медведь. Ну, Медведь вообще в полном порядке. И, конечно, мне кажется, что и судя по тем видео, которые приходили к нам из Челябинска, и танцы, и буллиты, и то, что мы увидели сейчас, но он один из фаворитов, конечно. А второго счастливчика, я думаю, озвучит Тимур. С удовольствием. Этот талисман делал все возможное, чтобы не просто набрать баллы. Я говорю про Торика. И Егора мы оставили самый тяжелый выбор. Я, выбирая между волком и барсом, айс-барсом, наверное, остановлюсь на том, кто мне показался более артистичным. Вот у нас вроде бы спортивное мероприятие, но зачем спрашиваться, тогда было звать меня. И отдаю это очко Казани. Я вас поздравляю, ребят. Ну, а сейчас Дмитрий, будьте влезны, снять показания счетчиков. Итак. Что там у волчары? 4,1 калория. 4,1 у волка. 4,9 калории. 4,9 калории у Медведя Белого. 3,3 калории. 2,5 калории. 9,3 калории. Тимоша, 9,3 калории. Ничего себе. 6,1 калория. Талисманы, сил вам. Набирайте сил. Готовьтесь к следующим испытаниям. Их еще будет сегодня много. Ну, а мы ждем на этом ринге дивизион Тарасова. Мишка Локомотив. Зубрик Динамо Минс. Волк Динамо Москва. Леон Динамо Рига. И конь ЦСКА. На сайте премии было голосование в категориях «Лучшая танцевальная битва» и «Хоккейное мастерство». Это было зрительское голосование, и в обеих номинациях у нас был победитель. И дело в том, что этим победителем стал один и тот же талисман в двух категориях. И это Зубрик Динамо Минс. Зубрик, поздравляем. У тебя есть два дополнительных балла. Один балл ты получаешь прямо сейчас, прямо в этом испытании. Ты начинаешь его уже... У тебя фора. Один балл. А второй балл ты можешь использовать либо сейчас, и у тебя будет два, либо ты используешь его когда-нибудь позже. Если дойдешь. Если дойдешь до следующего испытания. Что скажешь? Зубрик, ты используешь его сейчас? Сейчас. Один. Один сейчас, а второй потом. Молодец. Испытание для этого дивизиона начинается прямо сейчас. Погнали, погнали, работаем. Выкладываемся, ребятушки. Меняемся. Меняемся, меняемся, переходим. Хоть на следующее испытание. Ай, пятеро. Меняемся, еще раз. Это довольно на расслабоне. Это довольно на расслабоне. Продолжение. Продолжение. Местами красиво. Местами красиво. В большинстве случаев странно. Но весело, задорно, забавно. Наверное, я все-таки, несмотря на то, что у этого талисмана уже есть фора определенная, пойду вот по накатанной лыжне и зубру отдам свой. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это да, зубрый. Еще один балл. Да, старался, старался, невероятно старался. Я хочу отдать свой балл талисману, глядя на которого можно понять, что создавая его, были подключены самые гуманные люди. Потому что у него самая маленькая и, я надеюсь, самая легкая голова. Я сейчас говорю про синего волка Динамо Москва. Да, остается у нас один голос. Да, медведь даже в нашу сторону не смотрит сейчас. А зря. Потому что, мне кажется, медведь должен идти дальше из этой бригады. Ярославль выступил очень круто в этой ситуации. И я думаю, что у нас будет такое медвежачье дерби. Димка, смотри, что там? Пошел. 1,2. 1,2. 2,7 калорий. Конь, 2,7 калорий. Зубрик. 2,7. 2,7 у Зубрика. 4,1. 4,1 у Леона. 4,8 калорий. Мишка, 4,8 калорий. Мне кажется, что все пять участников из этого дивизиона проходят следующий этап. У нас было два равных балла. Дивизион Чернышева. Прошу вас, Нарин. Ястреб Авангард. Бархат Амур. Барсик Борис. Лун. Кунь-Лунь Редстар. Юлай Салават Юлаев. И Снеговик Сибирь. Дивизион всей представителей дивизиона у снарядов. Удивительно, но это многонациональный дивизион. Есть даже представитель из Китая. Погнали! Переходим, меняемся снарядами. У-у-у-у! У-у-у! Ледведя норму – у этого снеговика что-то такое вообще. На ней не страшно падать. Меняемся, работаем, ребятоньки! И помните, что оценивается артистизм. Артистизм! А смотри на глаз этого. Поменялись! Ты видел? Меняемся, меняемся! Потрясающе! Это ты! Это ты! Брат! Поменялись! Это был мой брат! И это финальный раунд! Постарайтесь! Ну что скажете, товарищи жюри? Это было грандиозно! Во-первых, чувствовалось, что каждый из талисманов понимал, что этот заход первого тура последний, поэтому они не жалели снаряды, не жалели себя, а зрители наконец-то не жалели эмоций! Спасибо! Ну, ребят, во-первых, во-первых, мы не можем разлучать братьев! Да! Поэтому в следующий раунд должен выйти один из самых ярких талисманов континентальной хоккейной лиги Снеговик! Ну, смотрите! О! Поздравляю! Еее! Что мне очень нравится, что я, наверное, на вашем бы месте, несмотря на свою хореографическую подготовку, просто бы тупо ходил бы от одной палеты к другой палете, а вы еще умудряетесь демонстрировать какие-то даже полетные качества. Вот меня впечатлил один заход Снеговика вот на несчастного вот этого красного человека, да. И был еще один персонаж, который точно так же начал с ним разбираться не при помощи рук, а при помощи ног. Я говорю о Барсике, которому я бы с удовольствием отдал бы свое очко. Барсик хороший! Барсик? Хочу все-таки произнести имя талисмана, который был очень хорош. Во-первых, он старался. Во-вторых, он был смешным, что немаловажно. А в-третьих, у него развязались шнурки, и мы каждый раз боялись, что это упражнение может быть последним. И еще у него так смешно вращались глаза. Это потрясающе! Вот, да. Преимущественно левый. Загипнотизировали, когда глаза вращались, я уже понял, что я где-то в третьем измерении, и сейчас расскажу свои самые потаенные секреты. Юлай, забирай бал! Мы поздравляем! Три балла от жюри за артистизм мы отдали. Ну, а теперь время узнать, что же там с калориями. Дмитрий с утяжеленной всей частью бежит и снимает показания. Всей частью. 4,5. Ястреб 4,5 калорий. 7,3. 7,3 у Сиговика. Вау, это круто. 7,8. Юлай, 7,8. Спасибо, что обманул. 7,2. Ребята работали не всю. 8, ровно. АПЛОДИСМЕНТЫ БАРСИК 8, ровно. 2,5. АПЛОДИСМЕНТЫ Я предлагаю прямо сейчас на минутку отбросить и забыть то, что у нас здесь идет бойня за звание лучшего талисмана. И немножко отключиться от этого. Я напомню, что в течение всего месяца, в течение всего февраля талисманы в своих городах при помощи своих клубов снимали видео, как они исполняют булиты. И это очень мощно. Эти видео все можно посмотреть на канале КХЛ. Жюри все это посмотрело. Мы с Димкой все отсмотрели, но наше мнение никого не интересует. А мнение жюри интересует всех. И жюри уже готовы назвать нам победителя, если я правильно понимаю. Прежде чем вы это сделаете, давайте мы посмотрим нарезку лучших и самых ярких моментов из тех видео, которые прислали наши участники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут аптек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что это? Муравей? Фитерический муравей, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На самом деле было действительно очень много ярких персонажей И конь-огонь, который исполнил булит просто фантастически И очень красивая съемка И Зубр из Минска Это было что-то невероятное Красотищу придумал Тимоша Роскошный вратарь Бросок от Динамо Я думаю, что, конечно, всех порадовала и Северсталь, потому что вот этот бросок без касания Это, ну, одна из самых, наверное, сложных Один из самых сложных трюков, которые проделывают с шайбой И Светогор, и Бархат, они все красавцы Но мы все-таки посовещались и авангард с клювом, который заносит шайбу в ворота Это было прям совсем-совсем-совсем круто Но, 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 ребят, ну когда все-таки мы все были на матче звезд и видели, что сделал Володя Тарасенко Я думаю, что он влюбил в себя весь мир А значит, когда ты его косплеишь, это очень круто И когда у тебя получается так же круто, то ты победитель Снеговик лучший Ура, у нас есть победитель Снеговик, скорее забегай в центр ринга Приходи, Дима, быстрее за подарком Своему роднику Мастеркард уже шестой год является официальным партнером мероприятия КХЛ Вместе мастеркарты КХЛ учредили традицию бесценная лига Она призвана объединить игроков и поклонников хоккея и признать вклад болельщиков в игру И подарить всем бесценные эмоции, конечно В этот раз партнеры открыли специальную номинацию в премии «Талисмания КХЛ» И предоставили болельщикам возможность самим выбрать бесценного талисмана хоккейных команд Голосование происходило в официальной группе КХЛ ВКонтакте И болельщики могли зайти туда и отдать свой голос за талисмана, который нравится им больше всего И победитель у нас есть Прямо сейчас мы его объявим И ему будет вручен самый бесценный приз Самому бесценному талисману И победителем становится Спасибо Добрый, Динамо Минск! Это с ума сойти! Потрясающе! Приезжайте собрать все награды, всем листимые и немыслимые Красавчик! Димка, вручай скорее признать к бесценному талисману Добрый, поздравляем! Динамо Минск! Талисмане – это признание вклада талисмана в создание хоккейного праздника Они поддерживают в настройках трибунах и свои команды И, возможно, даже являются гарантом победы Быть в ответе за праздник бесценно Спасибо и всем болельщикам, которые вносят свой вклад в игру И включились в выбор лучшего талисмана, бесценного талисмана А также голосуют за бесценных игроков в традиции бесценная лига Дима, мы не придумали себе название Это признание, что тот талисман Джюри, прошу вас Вы уверены, что вы хотите, чтобы мы придумали Диме название? Да, это следующий конкурс для вас Но сейчас вот он так скрестил клюшки Прицел – вот мое название Я бы не хотел озвучить свое название Потому что Дима показывает мне первую букву этого названия Хорошо? Допустим Ну а если попробовать салатовый свисток? А вот вы дайте еще тоже вариант – Крепыш Итак, прямо сейчас вы видите на арене Крепыша На нашем ринге Давайте поаплодируем ему И он держит реквизит для следующего конкурса На ринге четыре участника с клюшками в руках И тяжелый рок Талисманы должны имитировать игру на гитаре А ведущая постоянно усложняет их и без того непростую жизнь Жюри выбирает самого артистичного из каждой четвертой Погнали А теперь играйте, как будто стоите на раскаленных углях И игра, и гружись Лео не дослышит Играй и делай лунную походку Лунная походка Лео говорил, что приехал с бабушкой По-моему, бабушка вышла из тебя И играй, как будто просквозила поясницу Не останавливайся, играй Играй, как бабушка, Лео Время вышло, но игра была хороша Круто, молодцы Ну что, уважаемые вершители судеб Человек как будто реально представил гитару Человек Конь-огонь Денис, а вы? Талисман должен сжечь Ожог в этой тройке гладиатор В таком случае, Егор Решающий голос Зубеждает гладиатор Круто! Мне кажется, что именно в этом настоящая функция талисмана Зажечь других И создать правильное настроение Для себя и для болельщиков своей команды Я поздравляю вас, все участники Три непрошедших Не расстраивайтесь, у вас есть возможность Выиграть танцевальные игры Мы поздравляем гладиатора Из дивизиона Боброва проходит именно он Ваша музыка начинается прямо сейчас И слушайте внимательно все мои комментарии Погнали Играй и танцуй Танцуй Играй как будто хочешь в туалет Хочешь в туалет Играй как будто хочешь в туалет Играй как будто на тебя нападают собаки Играй как будто ты очень сильно замерз Играй так как будто пол это лава Пол лава Играй как будто ты увидел ящик энергетиков Ты под энергетиками Играй как будто ты в открытом комнате Круто Я останусь на своей медвежьей линии Мне кажется что конечно Челяба Челяба просто рвет Челяба считай девиз Для того чтобы внести интригу Раз Егору так нравится быть решающим голосом Мне понравилось что делал Волк из Нижнекамска Поэтому мне кажется что как раз возникает тот самый случай Когда Егор в очередной раз почувствует себя вершителем судеб Не будем ему мешать Как прекрасно подходит Мне тоже понравился Волк из Нижнекамска Но в моем представлении воображаемая гитара Должна была держаться наоборот Меня это очень смущало Но это не имеет никакого значения Это же ваша гитара Вы правильно на ней играть как хотите И это совсем не является причиной По которой я выбрал не вас и не вас и не вас А все таки белого университета Уважаемая пятерка полуфиналистов Ваша игра на воображаемой гитаре Начинается прямо сейчас Погнали И играй как будто в замедленной съемке И играй как будто скользкий пол Скользкий пол Очень скользко Играйте спинами друг к другу Играйте спинами друг к другу И двигайтесь по кругу Играй как будто ты голый Ты голый Сейчас тебя дует ураган Дует ураган Очень сильный ураган Ветер Играй как будто ты выиграл 10 лямов Ребята, это, наверное, был один из самых смешных конкурсов сегодняшнего дня У меня есть фаворит Талисман, который несколько раз отыграл по-актерски настолько точно Что все, что происходило Все плюсы, которые имели другие талисманы Они для меня померкли Мой фаворит Динамо Москва И, конечно, финальный аккорд Когда играй как будто выиграл 10 лямов Он просто к чертовой матери бросил гитару и ушел со сцены Потому что, действительно, зачем вы играете, если у тебя 10 лямов Вот этот жест Как микрофон бросил, гитару бросил Я за Динамо Москва Егор, ваш голос решающий Теперь уже, наверное, мой Решающий голос Мы не можем выбрать победителя без вас Мне понравился Ярославль Очень неплохо вы отыгрывали все Что очень точно Что оправдывает тезис Что ярославцы все красавцы В очередной раз Вот Ну, а победителем, наверное, в этом конкурсе Все-таки справедливо Абсолютно Должен действительно стать Синий Непонятно по какой причине Медведь-Волк Из Всегда вы так Единоглазные Мы единодушные Как мы и не договаривали На следующий финалитик Поздравляем Давайте же начнем Эту безумную вакханалию Чемпионат игры на воображаемой гитаре Погнали Играй и танцуй Русский народный танец А теперь Ямайский народный танец И играй Как будто ты в ускоренной В два раза съемке А теперь В обратной перемотке В обратной перемотке В обратную сторону У тебя очень сильно скрутило живот Играй, как будто скрутило живот Играй, как будто именно ты Выиграл талисманию Ай да хороши Ну что, будет сложно, мне кажется, да? Да, да Да нет Нет? Нет Мне кажется, что здесь очевидно Ну давайте Ничего себе Говорить Мне кажется, что Брайан Мэй Казах Ах, вот он Ну что он творил? Ну что он делал Все, что нужно Он и русский народный изображал И ямайский народный изображал И все изображал По-моему, по физической подготовке Как гитаристу К нему вообще вопросов никаких нет Вот тебе говорят Играй, как будто ты в ускоренной съемке Ты играешь Да А теперь то же самое наоборот Как Ир, ты себе это представляешь? Ну да Окей, все, вопрос снят Чешешь снизу И ты начинаешь просто первый чес вот сюда А когда наоборот Наоборот Ты делаешь то же самое, но начинаешь просто Наверх Да, все, понятно, хорошо Кто нюанс поймал, да? Да, да, да Ну, видите, вот вы докопались Я знаю И поэтому, наверное, это все-таки будет барсик Мне очень понравился барсик Но я проголосую за Снеговика Который мне тоже очень понравился И вот сейчас Мы должны сохранить интригу Потому что Егор либо поменяет свое мнение Либо останется при том, которое он озвучил изначально Да барсик, барсик, друзья мои Барсик Мне кажется, тем не менее Несмотря на весь ваш энтузиазм, друзья мои Несмотря на ярко выраженные таланты По игре на воображаемых предметах Мне кажется, все-таки барсик Я вас поздравляю всех, ребята Вы были крутые, молодцы Снова победает барсик И это наш четвертый финалист Мы встретимся в следующем конкурсе Наши талисманы Снимали еще один конкурс Находясь у себя дома Снимали танцевальный конкурс на видео И прислали его нам Выложили на официальном канале КХЛ Показывали свои фирменные танцы Я предлагаю прямо сейчас посмотреть лучшие Нарезку лучших моментов из тех видео Которые прислали наши участники Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это браво! Очень круто! Ну, что скажете? А главный у нас, казалось бы, да, по прошлому конкурсу Егор Дружинин Но в этом конкурсе мы решили что-то поменять Поэтому Егор будет решать Не кто лучше играл на гитаре, а кто лучше танцевал Пожалуйста, Егор Давайте я начну с того талисмана Который поначалу у меня Вот при первичном просмотре видео Потому что они лежат в общем доступе И на них каждый зритель имеет право посмотреть И даже, наверное, проголосовать за них И я говорю об Ярославском Мишке Мммм Да Вот это мой один талисман Талисман как бы фаворит Есть еще один Говорить, не говорить? Говорить, конечно Можно? Говорить, хоть знаю Знаете, почему я сомневаюсь? Вот если он танцевал сам Этот талисман Потому что мы его уже наблюдали здесь какое-то время То он, конечно, молодец Я говорю о Минском Зубрике Зубрике, да Класс Знаете, знаете, что мне нравится, Егор? Вот он так спокойно сообщает вот такие новости Не понимая последствий Он сейчас ни одного моего фаворита не угадал И я не знаю, что будет дальше И я с тобой в одной лодке Да, потому что там, ну все, мимо Если я бы делал выбор Но это вот на всю жизнь Конечно, и Торик на всю жизнь Меня вот хоть разорви Потому что ямайская вот эта история С укулелей Как это правильно называют? Но это блеск Но, слушайте, мне кажется, конечно Снеговик Но просто зверюга Но просто зверюга И вот весь этот кусок Который снят в снегу Который мы сейчас здесь чувствуем Но мне кажется, это требует не только таланта, но и мужества То есть твой фаворит снеговик Я бы вот на снеговике Да, на нем установился Хорошо Я вот сейчас руководствуясь, кстати, примером Егора Могу сказать, что был еще один очень классный Классный талисман Это ястреб И я сейчас объясню, почему Потому что он очень четко Очень четко отработал свою линию Вот именно ястребиную Если сейчас вы понимаете, о чем я говорю А Тимур-арнитолог, он знает, о чем я говорю Слушайте, ну гулять так гулять Раз вы выбираете Дайте еще тогда мне один шанс Ну, слушайте, вот Челябинский национальный танец Который дал медведь Вон он! Да, конечно, конечно Подождите, значит, между кем и кем мы выбираем? Мы выбираем между Медвеж... Мишкой Зубрик У нас уже тут куча Белый медведь Снеговик Ястреб Ястреб И... Акбарский вот этот И волк Нет Нет, извини А, волк же я сказал Нижникамский волк Про моего волка забыли Про Би-боя забыл? Би-бой А давайте сделаем следующее Раз их получается так много И действительно очень сложный выбор Давайте мы сейчас узнаем Как они двигаются? В смысле? Я предлагаю устроить битву Бой Оооо, отличное предложение Давай сделаем это Вот они, красавцы Которые понравились нашему жюри Сейчас Дима выйдет И вынесет сосуд С номерами Там есть шайба На каждой из шайб написан номер Задача просто вытянуть Справитесь с этим Это первое испытание Номер три Два Снеговик номер один Белый медведь Кто? Четыре Мишка шесть И Удивительно, но пять С ума сойти Значит, Димка Будет показывать движения Ваша задача их повторять И быть максимально Обворожительными В этот момент Я буду говорить Когда движению стоит смениться Так что следите внимательно За тем, кто показывает Дима ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай еще Еще Надо сделать выбор Готовы? Да Три Два Один Зубрик Два голоса против одного Побеждает Зубрик Есть ощущение, что здесь понятно все? Три Два Один Ееееее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Все четыре угадано. Четыре балла у Волка. Так. Ну, первое, я осмелюсь предположить, что это шайба, которая летит в ворота. Да? Второе, я думаю, что похож на снеговика. Абсолютно верно. Снеговик. Третье — это шлем. А? Ты понял, да? Ты волновался. А вот четвертый. Четвертый у меня проблема. Четвертый — это элементарно. С таким же успехом может быть. А вот четвертый — это картина Пабло Пикассо. Это тостер. Одноглазая женщина. Или это босх вообще, смотри, все. Что-то страшное. И торчат два кусочка тоста из тостера. Тостер? Нет, но если это и хоккейная тематика, что-то должно быть зимнее. Зимнее, хоккейное. Или просто зимнее. Шапка-ушанка. Нет. С этим... С антенной? Нет, это нога... А, это нога снеговика. Да, да, да. Не знаю, мне кажется, что рисунок ребенка принес. А что это было? Последнее. А, это машина. Ледовая машина. Ледовый комбайн. Ледовый комбайн. У «Волка» 4 балла, и он проходит дальше. 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 Стоп! Отлично! Ну, со снежинкой все понятно. Это от снеговика осталось. Третья картинка — это либо лед, либо снежный апокалипсис, который недавно был в Москве, когда ни шиша не видно. Третья картинка, когда просто все белое... Все белое, да. Там есть черная такая полоса, черная полоса. А, черная. То есть такая тонкая черная линия. А-а-а. Да, да, да. Уходящий какой-то талис. А это выход из сугроба как раз. Ну, это какая-то ночь в Астане, судя по всему. Да. В Нур-Султане, прошу прощения. Ну, что это... И шпиль вот как раз, да. Хорошо, господа. Ладно, это мы угадали. Это снег. Может быть, это рана на сердце, которая будет после того, как он не получит этот балл? Подожди, не факт. Давайте разберемся, что за второй рисунок. Второй рисунок? Это так... Это... Что это? Я думаю, что либо это сумка. Так. Либо это трон. Ну и табло. 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 А третий хотя бы... Есть какой-то вариант? Что это? Шляпа болельщика, которая упала на лед. Шапка-ушанка. Московская ночь, действительно, красиво. Второй шапка-ушанка. То есть мы угадали, что это шапка, да? Три из четырех аплодисменты. Классно. Три. Три балла. Давайте узнаем, что... Какова судьба белого медведя. Так. Ну давайте... Я понял, чем больше мы назовем вариантов, тем больше у Мишки шанка. Мне кажется, это елочная игрушка. Елочная игрушка однозначно. Второе санки. Третье. Санки. Ну, третье с успехом может быть семафором. Мне кажется, что это какая-то маска. А, это маска вратаря, может быть? Еее. Ты. Мне на четвертой картинке непонятно. Да все тут понятно. Это третья нога, либо я не знаю, что это. Это не третья нога. Это когда... Как называется интервал между двумя периодами? Перерыв. Перерыв между... Ну человек идет в туалет. Мне кажется, пуповина. 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 Мужчина. Очень хочет. И очень хочет. Это болельщик. Не болельщица. То есть он же в перерыве сейчас. Да, болельщик. Болельщик, это очевидно, да. Давайте проводить дополнительный раунд. Дополнительный раунд рисований. Скажите. Хоккейная команда. Пять секунд. Начали. Стоп. Нет, смотрите. Это вот один как раз... Это женщина, которая идет в туалет. Видите, буква Ж. И она идет в туалет. Кстати, буквы писать нельзя. Это нечестно. А это чирлидерши. Но Бог создал женщину такой. Ладно. Чирлидерша. Чирлидерши. Чирлидерши. Все, время на угадывание вышло. Поворачиваем следующим, Альберт. Что я мог сказать? Альберт. А вот это болельщик. Нет? Лыжник. Ну, палки поднял. Эй, с горы. Будь что будет. Какая-то улица какая-то. Чирлидерши. Вот они. Да! В данную секунду мы готовы позвать наших суперфиналистов сюда, к нам на ринг. Волк, Динамо и Белый Медведь Трактор. Участники слышат вопрос, который в реальности был задан журналистам и должны угадать, что хоккеист на этот вопрос ответил. Жюри тоже угадывает и пытается помочь участникам. Если участник угадал правильный ответ, то он получает балл. Если жюри тоже угадало, участник получает еще один балл. Побеждает талисман, который смог набрать больше баллов, ответив на три вопроса. Губерниев сказал, что ваш фанат болел за вас на молодежном чемпионате мира. Вы фанат Губерниева? Задали такой вопрос. Что же ответил хоккеист? Классно, а кто это? Что вы врете? Губерниев даже обо мне не знает. Начинает кричать и потом продолжает. РАСИЯ! РАСИЯ! Так он же из биатлона, причем тут хоккей. Давайте сначала спросим жюри, как вы думаете, что вот так больше хоккеисту подходит ответить? Губерниев сказал, что ваш фанат болел за вас на молодежном чемпионате мира. Вы фанат Губерниева? А ты считаешь, что Д? Я считаю, да, что вот это ответ достойно хоккеиста. Так он же из биатлона, причем тут хоккей. По-моему, вы врете, Губерниев обо мне даже не знает. Вариант Б считаете вы? Да. Егор, вы согласны? Нет. Представляете мне вариант ответа один. Ладно, хорошо, это будет Б. Б. Что вы врете? Губерниев обо мне даже не знает. Хорошо, зафиксировали. Белый Миша, как вы считаете, какой правильный ответ? С считаете вы? РАСИЯ! РАСИЯ! Дорогой Миша, в данном случае у вас был шанс получить один балл. Был шанс получить два балла. Но вы дали неправильный вариант ответа. Потому что правильный вариант ответа, что вы мне врете, Губерниев обо мне даже не знает. С вами Евгения Тихонова. Давайте подведем итоги второго периода. Игра с Каас Тибирь. С нами защитник, которого я очень редко вижу дома из-за хоккея. Виктор Тихонов. Как проходит игра, почему не забили гол? Потому что, в общем-то, я наблюдала раньше совершенно другую игру. Итак, внимание, вопрос. У Тихонова берет интервью его жена. Как проходит игра, почему не забили гол? Потому что я наблюдала раньше совсем другую игру. «Видишь, я не выспался сегодня», — отвечает он супруге. «Видишь, меня сегодня дома плохо покормили». «Видишь, я с ребенком домашку вчера делал. Устал». «Видишь, я сегодня не с той ноги встал». Что должна была увидеть супруга Тихонова? Жюри. «Видишь, меня сегодня дома плохо покормили». Потому что в этом есть какая-то логика. Ну, он ее подкалывает. «Я меня покормила плохо, я плохо сыграл». Да, я плохо сыграл. Потому что, да, если с ребенком домашку делал, это типа просто... Не ее подкалывает. Да, не ее. Давайте «Б». «Б». «Давайте «Б». Ваш вариант «Б». «Да». «Волк, что скажете вы?» «Б». «Дорогой Волк, вы тоже вполне могли заработать один балл». Если бы дали правильный ответ. Вы могли заработать два балла, если бы ваш ответ совпал с ответом юрии. Так и произошло. Два балла достаются вам. АПЛОДИСМЕНТЫ «Виллиан, но по тому, как пока забивают шайбы, сценарий напоминает предыдущий матч. Значит, в принципе, вы знаете, что будет происходить дальше». «Сценарий напоминает предыдущий матч. Значит, в принципе, вы знаете, что будет происходить дальше». Вот такой вопрос от интервьюера. Как тренер на доске нарисовал, так мы и играем. Мы играем по рисунку нашего тренера. Нам тренер хорошо на пальцах объясняет. «Отпустите меня, пожалуйста». Ой, я душой, и я за последнее ответ. Да, да, да. Но мне кажется, логично, что это «А». Мне тоже кажется, да, что «А». А самое смешное, что даже Денис не знает ответ на этот вопрос. Да, я вот тут точно не помню. Я не помню, тебе предыдущий точно знал, но я бы тоже за «Д» проголосовал. Мне кажется, это такой вот финал уже. Восемнадцатый вопрос уточняющий. Я вообще, вот честно сказать, я не знаю, как спортсмены, как хоккеисты вот конкретно дают ответы на эти вопросы в перерывах между таймами. Мне кажется, что это «Д», отпустите меня, пожалуйста. Он соподает с нашим внутренним монологом сейчас. «Д» принято, хорошо. А вариант «Д»? Пусть хотя бы такой вариант будет на табло, чем мы скажем это в микрофон. Белый Миша, что вы думаете? «Д»? Вот ответ Белого Миши «Д». Дорогой Миша, в этот раз вы поняли стратегию. Чтобы заработать максимальное количество баллов, ответ должен совпадать с ответом жюри. И вы были убеждены, что наше жюри – самое умное жюри на свете. Да? Вы надеялись, что, нажав на ту же кнопку, которая соответствует тому же ответу, что до вас жюри, вы заработаете. Вы просто бабанк, да? Все, all in. И знаете, немножко вас что-то подвело. Да, вы не зарабатываете один балл. Вы зарабатываете ноль баллов. Это неправильный ответ. Правильный ответ – «Б». Мы играем по рисунку нашего премьера. Данил, проигрываем ноль два. Что происходит? Данил, проигрываем ноль два. Что происходит? Да ерунда какая-то происходит. Да что мы сделаем, если они там о какие? Да ничего, все нормально. Я не Даниил. Что думаете? Я, конечно, за ответ Д опять, но я уже понял алгоритм. Думаю, что это выбрасывание от наших авторов. А вариант «Б» вряд ли мог прозвучать. Либо вариант «А», либо «С». Но, зная наших, мне кажется, вот, да ничего, все нормально. Да ничего, все нормально? Сказал бы, да. Ну да, мне кажется, что наши ребята с устойчивой психикой. Да и проигрываем ноль два. Что происходит? Да ничего, все нормально. Еще выиграем. Вы думаете, это вариант «С»? Да. Волк, что думаете? Вариант «С». Стратегия ясна. Опять надежда на то, что у нас самые прозорливые члены жюри. А как вы отнесетесь к тому, если вы сейчас не заработаете ни одного балла? Просто потому, что понадеялись на кого-то, не на себя. Волк, разве так можно? Просто я чувствую себя ведущей слабое звено. Да-да-да. Еще и до кого вы понадеялись? А кто вы по образованию, Волк, скажите, чем вы занимались вообще в жизни, что вы вот так легко подкидываетесь на то, что вам говорят люди в окружении? Ладно, Волк, я издеваюсь над вами, потому что прямо сейчас нет смысла делать ничего дальше. Ведь вы дали абсолютно правильный ответ. 4-0. Третий раунд ничего не изменит. У нас есть победитель. И это Динамо Волк. Тотальной победой во всех конкурсах победает Волк. Волк Динамо Москва. Негодует белый медведь. Я сейчас начала предпринимать эту историю. В общем, дорогой Волк, мы так рады иметь эту великую возможность и любить всей стране, что лучший, самый классный талисман Крухаил найдут. Вот он. Он перед нами. Получает от нас кубок. Получает этот почетный шеврон. Шеврон, на котором написано твое знание. Звание лучший талисман сезона. Ура! Ура! Это было знатное сумасшествие. Это было так круто. Спасибо вам, дорогие талисманы, за ту радость, которую вы нам сегодня подарили. Спасибо огромное. Это было круто. В течение трех недель мы следили за этими баталиями. На всех источниках, во всех вообще соцсетях мы следили, голосовали. И вы, самое главное, голосовали. Вы большие молодцы. Я очень надеюсь, что те, за кого вы голосовали, сегодня победили и показали себя так, как вы мечтали об этом. Это ваши талисманы, это ваши команды. Скажите им спасибо. А я хочу сказать спасибо всем вам. Вы очень крутые. Вы знатно поработали. Теперь творите, что хотите. Поздравляю! Поздравляю!